МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день он обрек свой народ на рабство. Долгие годы грандиозного вранья и коррупции. Слезы и кровь. Наша иссушенная солнцем земля трудная. И чтобы оставить ее детям и внукам ухоженной, нужно много труда положить. Ахмаджан Адылов смаковал каждое слово. Это была цитата из его речи, напечатанная в журнале «Костер». Перед ним на коленях с опущенной головой и задранной на спине одеждой стояли четыре женщины. Каждую фразу хозяина, как все звали Адылова, сопровождали звуки хлыста и стоны. Адылов – это во многом мифическая фигура. Человек действительно утратил чувство реальности. Он возомнил себя региональным лидером, человеком, который может делать на территории своего совхоза все что угодно. Адылов возглавлял крупнейшее объединение колхозов и совхозов – Папский агропромышленный комплекс. Газеты на все лады превозносили его достижения в области сельского хозяйства и трудовые рекорды при сборе хлопка. А среди простых людей рассказы о нем ходили леденящей душу. Как этот жестокий тиран, превративший всех колхозников в личных рабов, живьем закатывал в асфальт неугодных ему людей. Построил тюрьму, в которой провинившиеся умирали от голода или последствий пыток. В его власти было 40 тысяч человек – забитых, униженных и абсолютно бесправных. Люди жили в полной нищете. Это не была процветающая деревня. Это были кишлаки, беднейшие по своему характеру. А про богатство хозяина говорили, что он нашел и спрятал сокровища Эмира Тимура. Проложил подземную дорогу в Китай. Справляет нужду в золотой унитаз. И даже не знает, насколько он богат. Потому что подсчитать количество спрятанных в его доме денег и золота никто не в силах. Это личный друг Шарафа Рашидова, который превратил свой район по существу в преступную территорию, где своя милицию организовал, свои тюрьмы, свои суды. Узбекистан начало 80-х годов самая процветающая и, как сказали бы сегодня, стабильная республика Средней Азии. Никаких массовых беспорядков на этнической почве, несмотря на то, что в республике проживает более 100 наций. Самый высокий уровень образования городского населения. Передовое по сравнению с соседними сельское хозяйство. Руководителя республики уважают все местные кланы и, главное, Кремль. Рашидов был очень уважаемым в Узбекистане человеком. Он почти 20 лет, 25 лет возглавлял Узбекистан. У него были особые отношения с Брежневым. Он пользовался особым его доверием. Между центром и азиатскими республиками была негласная договоренность. Вы сохраняете полную лояльность к высшей власти Советского Союза, удерживаете республику от волнений. А мы вас не трогаем, позволяем оставаться в феодальном строе. Значит, вы там признаете идеологию марктизм-ленинизма, победоносную. А мы разрешаем вам жить, как вы раньше жили. Но вы назывались баями, а сейчас вы будете называться секретарями райкомов. Знал ли Рашидов о том, что творит в своем хозяйстве Ахмаджан Адылов? Конечно, знал. Но относился к нему с большим уважением. Высший орган КПСС Политбюро принял решение о распространении по всему Советскому Союзу опыта Ахмаджана Адылова. Его агропромышленный комплекс бил все рекорды по сбору для страны ценнейшего сырья. Сейчас на нынешнем витке развития мировой экономики хлопок тоже остается достаточно важной составляющей. Достаточно посмотреть на котировки мировых бирж. Везде идет что в первую очередь? Цена унции золота, цена барреля нефти и, соответственно, цена на хлопок. Вот эта триада основная экономическая, она не меняется. До конца 50-х в Узбекистане цвели фруктовые сады и выращивалось очень много овощей. Но потом всю республику охватила гонка за хлопком. Он был нужен не только для производства ваты и тканей, но и для прожорливой оборонки. Из узбекского хлопка делались все основные пороха советской армии, составные части перспективных взрывчатых веществ. Отрасль финансировалась из союзного центра на приоритетной основе. В ее развитии, в развитии инфраструктуры, хлопководчества и первичной переработки хлопка вкладывались громадные ресурсы. Для орошения хлопковых полей повернули две огромные реки – Амударью и Сырдарью, что привело к экологической катастрофе, пересыханию озера Балхаш. Это целая драма колпасского народа, понимаете, в чем дело. Фактически были низведены... Я в 50-е годы приезжал, это было какое обилие фруктов и овощей. Их, собственно говоря, стало совсем-совсем практически не хватать. Потому что все было подчинено только одному – сбору хлопка. Хлопок стал национальной идеей. Помимо колхозников, на бескрайних хлопковых полях работали и жители городов. Это был бесконечный субботник на благо Родины. К тяжелейшему труду привлекались все, включая детей. Узбекистан жил хлопком. Школьники до зимы не учились, а работали на хлопковых полях. Здоровье нации даже подорвалось, потому что хлопковые поля обрабатывались гербицидами и пестицидами. А это было вредно для здоровья работающих в поле. Представители узбекской власти беспрерывно получали ордена и звания за новые достижения в развитии хлопковой индустрии. В середине 70-х был установлен рекорд. За год республика собрала 4 миллиона тонн белого золота. И Шараф Рашидов обещал Брежневу – мы дадим стране скоро 5 миллионов тонн. На что Леонид Ильич выдвигает встречное предложение. Он же сказал, Шараф Рашидович, дайте стране 6 миллионов. И 3 февраля 76-го Рашидов ставит перед своей республикой задачу – ежегодно давать стране не менее 5 миллионов тонн хлопка. И к 1983 году выйти на 6 миллионов. Прекрасно понимая, что сделать это просто невозможно. Если мобилизовать все силы Узбекистана, то он смог производить 4-4,5 миллиона тонн хлопка. Большего не позволяла площадь и агротехника того времени. Как можно вырастить 5 тонн винограда на балконе на пятом этаже? Это тоже из этой серии. Однако уже в 1977 году Узбекистан рапортует, что задачи, поставленные партией, выполняются. Судя по бумажным отчетам, республика производит хлопка все больше и больше. В Кремле успехи Рашидова замечены. Он получает очередную высокую награду. На самом деле все прекрасно понимали, что такое количество хлопка Узбекистан дать не может. Но это всех устраивало. Из 5 миллионов тонн хлопка, о которых отчитывался в Узбекистан как заготовленных, 1 миллион минимум был приписан. Когда Рашидов пообещал Кремлю, что увеличит сбор хлопка с 4 миллионов тонн до 6, он не знал, как будет это делать. Но решение пришло очень быстро. Было оно, конечно, негласным. Догадливые баи, секретари районных обкомов и все, кто имел отношение к белому золоту, решили заняться примитивными приписками. То есть попросту обманывать центр, фабрикуя липовую отчетность. Вот собрали, предположим, 100 тонн. Там приписывают еще 50. За это получают деньги. Дальше отправляют на хлопковый завод. То есть там уже получается 150. Они тоже приписывают. И так это шло сверху донизу. Ахмаджан Адылов, глава крупнейшего в республике агрокомплекса, увеличивает норму по сбору хлопка для своих рабов, бесправных колхозников. И так всегда работавших на пределе возможностей человеческого организма. В хозяйстве резко растет смертность. Погибают еще молодые мужчины и женщины. Они просто не выдерживают жизни животных. На хлопковых полях при адской жаре, отравляя себя гербицидами, работают даже беременные. Выкидыши и преждевременные роды со смертью младенца становятся обычным делом. Понятия женское здоровье в Узбекистане просто не существует. Хлопов был не богатством Узбекистана, а проклятием, как они говорили, в Узбекистане. К дню рождения Ленина повышенное обязательство. К Октябрьской революции повышенное обязательство. К Дню Победы повышенное обязательство. Сборщики хлопка подкладывают в свои мешки камни с поля, чтобы вес их был больше. Сначала приписки делает бригадир. Самое мелкое звено глобальной хлопковой мафии. Потом председатель колхоза. Потом уже руководитель области. За несуществующий хлопок Узбекистан получает огромные деньги, которые расходятся по карманам местных чиновников. Но то, что на самом деле хлопка в таком количестве нет, необходимо как-то скрывать. Начинается усушка и утруска хлопка на заводах. Случайные, но регулярные пожары и прочие несчастные случаи, помогающие списать несуществующий хлопок. То есть это была система, в которой были завязаны все. И сборщики хлопка, и склады для хранения хлопка, и текстильные предприятия, которые получали этот хлопок. Все были завязаны в систему очков-тирательства. В разные концы страны под видом сырца отправляются вагоны с его отходами. Позже будет установлено, что директору фабрики или завода, принявшему несуществующее сырье, давали по 10 тысяч рублей за один пустой вагон. Все стали жаловаться, что подушки, одеяло, они какие-то из комков таких вот, понимаете, состояли. Почему? Потому что они делались не в хлопкового лотна. И ватные фабрики здесь, а ватные фабрики были в России. Они вместо хлопкового локна принимали вот эти отходы. Это умопомрачение какое-то было, понимаете. В 1974 году первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Шарафу Рашидову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серпы Молот. Республика с 4 миллионов тонн уверенно вышла на 5,5. Но вручая высокие награды, Брежнев и не догадывался, что в Узбекской ССР их запросто можно купить. Орден Ленина, чтобы получить в Узбекистане, надо было заплатить полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей, и человек получал Орден Ленина. Поэтому любой человек, который видел человека, допустим, с двумя орденами Ленина, он понимал, что у человека как минимум был миллион на вот это вот дело. Тотально коррумпирована была юстиция. Тотально коррумпированы были партийные руководители. Но Рашидов чувствовал себя совершенно спокойно. Малейшая критика республики пресекалась сразу лично Брежневым. Леонид Ильич относился к Шарафу Рашидовичу как к близкому другу. Генсека устраивало все. Растущие показатели по сбору хлопка, в целом позитивный имидж республики и, конечно, дорогие подарки. Сейчас вот эти годы, эпоха Брежнева, она очень идеализируется во многом. Но на самом деле сращивание партийной элиты и вот уголовного вот этого элемента криминалитета, оно происходило именно тогда. Я приведу только один пример из десятков, которые имели место, как говорится, быть и доказаны. Это дело о золотом слитке. Золотой слиток – это 14 килограмм. Речь идет о золотом слитке, который поднимал над головой Шараф Рашидович во время открытия в Ташкентской области обогатительной фабрики. В прессе событие было раздуто невероятно. Вот оно, приумножение богатства республики. Новый мощный комбинат, на котором будут производиться тонны золота. Расследование показало, что это золотой слиток был, реальный, но все остальное полный блеф, потому что никакую фабрику не запустили, золото это добыто совершенно из другой руды. После того, как Рашидов опустил руки с этим слитком, его помощник положил этот слиток в портфель, и о нем все забыли. Портфель видели через несколько дней в Домодедово, когда Рашидов прилетел в Москву докладывать, рапортовать об очередных успехах республики. Но любовь простых людей купить гораздо труднее. И Рашидову удалось внушить миллионам людей, что он достоин звания отца народа. Так его стали называть после страшного землетрясения 1966 года. Страшные подземные толчки начались в Ташкенте в 5 утра. Мать артистки Роксаны Бабаян выжила совершенно случайно. На нее упал портрет родителей. Женщина проснулась и в последний момент успела выбежать из ходившего ходуном дома. Землетрясение, на мое ощущение такое школьное, раскололо время до и после. Привала связь, сразу все-все-все, это все сыпалось. Были огромные толчки, были жертвы. Люди шли совершенно полуголые, бежали узнать про судьбу своих родных. Это был такой ужас общий. В предрассветном таком глее. Центральная часть Ташкента была полностью разрушена. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек. В городе начался хаос. Появились мародеры. И приняли решение, значит, страна помогает Ташкенту. И стали строить районы. Белорусы, украинцы, молдаване, армяне и так далее, и так далее. Строили дома мгновенно, волниеносно. Сюда пригнали все. В Ташкент пригнали все. И технику, и деньги, и рабочие силы. Город восстал из пепла в кратчайшие сроки. В течение трех лет все пострадавшие получили новые квартиры. И вся благодарность узбекского народа была обращена к Рашидову. Несмотря на то, что над восстановлением Ташкента трудились тысячи посланников из других республик Советского Союза. А деньги на это дала Москва. Как бы мы им не говорили о том, что он взяточник, о том, что он негодяй. Нет, он в сознании людей, поверьте мне, остался героем народа. Вчера, до глубокой ночи, и сегодня утром, продолжалось прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичом Брежневым. Трон под Рашидовым закачался сразу после похорон Леонида Ильича. К власти пришел Юрий Андропов, который еще с 70-х годов копил компромат на представителей власти Узбекистана и представлял себе масштабы воровства и коррупции и грандиозные размеры хлопковой мафии. Из Узбекистана потоком шли письма о тех безобразиях, которые творились в республике ее руководителями, как на местах, начиная районы, областя, так и сверху, то есть в республиканских правоохранительных органах. Писалось о беззаконии, о произволе, о незаконном привлечении тех, кто критиковал власть за приписки, очковрекирательство, за коррупцию. 31 октября 1983 года в кабинете Рашидова раздался телефонный звонок. В трубке был голос Андропова. «Что у нас с хлопком, товарищ Рашидов?» поинтересовался генеральный секретарь. Рашидов бодро рапортует, мол, все по плану сдадим. В ответ Андропов интересуется, сколько реальных и сколько дутых, приписанных тон хлопка будет в этом году. То, что происходило дальше, до сих пор остается тайной. И спустя годы все больше людей говорит о том, что отец узбекского народа собрал родных и соратников, попрощался и выпил яду. Хотя официальная хроника гласит, что его хватил удар. Он умер на самой ранней стадии этого хлопкового дела. Оно еще только начало разворачиваться. В республике настоящая паника. Каждый день приходят новые страшные вести. Следователи вызывают на допрос сотни людей и бросают за решетку самых уважаемых и раньше неприкосновенных. Но Ахмаджан Атылов сохраняет спокойствие. И лишь однажды выдает своей жене волнение, когда просит ее развести костер и выносит для сожжения в нем полтора миллиона рублей. Так в то время делали все, кто имел отношение к огромной хлопковой мафии. За пять лет, с 79-го по 85-й, было приписано 5 миллионов тонн. Это непроизведенная продукция. Из госбюджета выплатили 3 миллиарда. 1,6 дороги, школы, больницы. 1,4 похищенные деньги. Бухара, 27 апреля 1983 года. Начальник местного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Музафаров едет на своей Волге после рабочего дня домой. У ворот его ждут два угрюмых человека, которые резко выхватывают из рук Музафарова дипломат и говорят ему, что разговор продолжится дома. Милиция и сотрудник местного КГБ действовали по четкому плану кураторов из Москвы. Они прекрасно знали, что в этот день Музафаров привезет домой огромную взятку, полученную от директора предельной фабрики. Во всей республике ОБХСС давно был не борцом с экономической преступностью, а мощным винтиком системы огромной хлопковой мафии. Контрольные органы надзирающие все больше коррумпировались, вовлекались в систему вот этого взаимного обмана. В семейном сейфе Музафарова было заперто больше миллиона рублей, а зарплата хозяина дома была 180 рублей в месяц. 5 килограммов золотых монет, 10 килограммов ювелирных украшений, толстых золотых цепей и крупных колец с бриллиантами. Начальник Бухарского ОБХСС заработал это всего лишь за пару лет. Просто совершенно фантастические деньги, которые для обыкновенного работающего человека они просто не помещались, ну вот, условно, как, например, сейчас сумма 100 миллиардов долларов. Ну вот я не представляю, сколько это в бумаге. Это было то же самое. Арестованный Музафаров понимает, отвертеться не получится и легко сдает ближайших подельников. На основании его показаний задерживают директора Бухарского горпромторга Кудратова. Милиция снова видит богатство, способное вызвать шок у рядового советского человека. Изъято миллионы наличных рублей. Только у одного Кудратова, начальника областного управления торговли Бухарской области, изъято 9 тысяч золотых монет царской чеканки. Андропов понимает, объективное расследование силами местных правоохранительных органов провести невозможно. В Узбекистане все связаны в тугой коррупционный узел. В республику прибывает комиссия прокуратуры СССР, созданная из следователей со всего Советского Союза. Целая армия так называемых вожняков, следователей по особо важным делам. Не только в Советском Союзе в мире не создавалось таких следственно-оперативных групп, и дай бог не будет. 3400 оперативных работников МВД и КГБ, Если к ним добавить еще вот почти 700 бухгалтеров, ревизоров, экономистов, которые проводили бухгалтерские экономические экспертизы, то вы можете себе представить, какая громадная, около 5000 человек, находилась в распоряжении вот нашего так называемого штаба по расследованию хлопковых дел. Комиссия, приехавшая инспектировать хозяйство Ахмаджана Атылова, уже третий день не встает из-за стола. Счет времени и выпитому давно потерян. Атылов велел зарезать 10 баранов. Такого изобилия московские следователи никогда не видели. Все похоже на восточную сказку. И от жары, и водки плывет перед глазами. К вечеру третьего дня мужчинам уже пора отправляться назад в Ташкент. Что-либо расследовать они уже не в состоянии. Ну что такое расследовать приписки хлопка? Значит, нужно все просчитать досконально. Начиная от сборщиков до бригадиров и дальше, и дальше, и дальше. А дальше смотреть, что за счет чего было обеспечено приписки, какая сумма была выплачена, и как эти деньги дальше растеклись по карманам, и дошли ли они до первых лиц. Следователи были разбиты на несколько групп. Они изучили огромное количество документов, допросили невероятное количество свидетелей. Поведение комиссии, тепло, встреченное Адыловым, сразу стало известно. И трехдневное сидение за столом было жестоко наказано. Хлопковое дело. Андропов контролировал лично. И все его панически боялись. Мы допросили 56 тысяч свидетелей. Мы доказали на тот период, эти цифры настолько застряли в памяти, что вот уже прошло более 30 лет, я их очень хорошо помню. По тому периоду это была сумасшедшая цифра. 22 миллиона, 516 тысяч, 506 рублей, 0,6 копеек. Мы доказали такое хищение. Ну, естественно, изолятор был забит людьми. И каждый, он каждый, каждый начинал рассказывать о том, что да, я брал, но я давал туда. Я это следующее говорил, да, я получал оттуда, я отдавал этому. И это шло вот так вот сверху вниз. То есть таким вот потоком, кровотоком это все омывало. Деньги за несуществующий хлопок развратили весь Узбекистан. Даже мелкие звенья коррупционной сети жили, купаясь по советским меркам в роскоши. А что уж говорить про первых секретарей обкомов и ближний круг Шарафа Рашидова, главного человека в республике. Я помню пресс-конференцию, которая устраивалась в Москве. И там было несколько столов 10-метровых, которые были завалены кипами купюр, горами ювелирки изъятых. В домах узбекских шишек могли найти от 5 до 10 миллионов рублей. Изъятыми видеомагнитофонами, валютой и драгоценностями было забито несколько огромных комнат. Эти горы золота до сих пор стоят в глазах у тех, кто видел арестованное имущество, проходящих по хлопковому делу. Изымали бидоны из-под молока, это вот такого вот, наверное, размера. Они были забиты золотыми монетами. Честно скажу, как с Абкорком Самойской правды при зарплате 160 рублей. Я в музее только видел золотые монеты. А здесь люди сидели, следователи, и считали. Ну вот, сидит человек и считает. 251, 252, 253. Очень быстро стало понятно, что хлопковая мафия крепко держала в своих руках не только Узбекистан, но и огромное количество нужных людей в Москве и других городах, где работали ватные фабрики и хлопковые заводы. За причастность к махинациям с узбекским хлопком судят очень строго. Это тоже установка Андропова. Самой активной и продуктивной была следственная группа Тельмана Гдляна и Николая Иванова. Гдлян приехал в Узбекистан из Ульяновской области, Иванов из Мурманска. И оба давно мечтали о карьере в Москве. Хлопковое дело решили два амбициозных провинциальных следователя. Их главный шанс занять высокие посты в столице. Я могу совершенно ответственно заявить, что мы были и навсегда останемся проклятием мафиозных групп в стране. Гдлян с Ивановым решили, что дорога к славе, она должна быть короткой. А схему они выработали, я хочу сказать, эти схемы задействовались в священной инквизиции. Ведь это ничего нового-то они не породили. Эльман Гдлян раскалывает людей с помощью длинных тягучих разговоров. Допрос длится часами, и Гдлян ни на минуту не выпускает из рук сигарету. И изнуренный человек, которому просто не хватает кислорода, в конце концов сдает всех. Гдлян исповедовал, с моей точки зрения, запрещенный принцип правосудия. У него царицей доказательства являлось показание, на чем он, собственно говоря, и погорел. Потому что человек, он считал, и он до сих пор так считает, что если человек признался, этого вполне достаточно. Вопрос, как признался? Группа Гдляна использовала массу незаконных методов следствия. Содержание подозреваемых до суда в течение нескольких лет. Пресс-хаату, помещение в одной камере с рецидивистами. Угрозы и избиения. Пытки, аресты родственников. Например, у секретаря обковом партии арестовывают дочь, ни в чем не повинную, 23-летнюю девушку. И говорят, мы ее посадим в камеру с мужчинами, если ты не признаешься во всем, в чем тебя обвиняют. И человек признавался, даже если он был не виноват. Следственной группой Гдляна и Иванова был предан забвению принцип презумпции невиновности. Фраза Гдляна «любого можно сажать, не ошибешься» стала крылатой. Все правила расследования уголовного дела нарушались ради результата, то есть ареста как можно большего количества людей. Прокурор Узбекистана подписывал санкции на арест, когда в постановлении не было имени арестованного. Понятыми выступали агенты КГБ. Просит дома ночью, на квартире, принять Иванов, следователь по особо важным делам, заместитель Гляна в этой группе. Я его принял у 2 часа ночи. И, оказывается, он просил срочно санкционировать арест одного руководителя одной из областей партийного. И что самое страшное, в постановлении об аресте не было указано фамилия. Но, естественно, я возмутился и отказался этого делать. За время работы следственной группы Гляна и Иванова с собой покончили 16 человек. Почти все из них не выдержали позора, ареста близких и страшных издевательств. За решеткой оказались сотни людей невинных и тех, кто просто был мелким винтиком. А вина его была раздута до государственного преступления, за которое нужно ставить к стенке. Со временем я получил разрешение проводить допросы, всех передопросить. И я с большим трудом, но я передопросил всех. Люди плакали. Я видел, я никогда в жизни не видел стольких плачущих мужчин. Все они в ужасном физическом состоянии находились. Издерганные психически, психологически и физически. В 1989 году в литературной газете выйдет статья журналистки Ольги Чайковской под кратким названием «Миф», в которой было рассказано о страшных методах Гляна и Иванова и нескольких очень странных самоубийствах под следственных. Секретарь обкома Гаипов нанес себе 17 ударов ножом, находясь в соседней с Гляном комнате. Заместитель министра внутренних дел Узбекистана Давыдов застрелился тремя выстрелами в голову. Полковник Хаджи Муратов оставил предсмертную записку о том, что не может более выносить побои и унижения. Бросали в камеру с уголовниками и содержали там. А тем давали команду, можете побить его, можете это. И некому пожаловаться. Все его письма не выходили даже за пределы изолятора. Издеваясь, запугивая, вынуждали людей оговаривать себя, зачастую оговаривать даже родственников, лишь бы только не попасть под вот этот каток 1937 года. В тюрьме оказались 27 тысяч людей. Хлопковое дело ударило по каждой узбекской семье. Села вся партийная гвардия, 12 первых секретарей обкомов, 6 секретарей ЦК Узбекистана, председатель Президиума Верховного Совета и председатель правительства, все замы, генералы милиции. Широко применялась смертная казнь. Были расстреляны десятки директоров хлопковых заводов, председателей колхозов. К стенке поставили даже министра хлопкоочистительной промышленности Усманова. Несчастный человек абсолютно. Потому что обвинять его в этих масштабных приписках, ну, это просто-напросто было абсолютно неосновательно. Приписки, повторяю, шли планово с ЦК, Компартии Узбекистана. В Узбекской ССР все решали деньги. И сначала местные авторитеты решили, купим и этих. Взятку Кдляну и Иванову собрали быстро, но произошла осечка. Дипломат с огромным богатством был грубо отвергнут. Кдляну предлагали взятку в миллион рублей. По тем временам это была колоссальная сумма. То есть, учитывая, что там зарплата инженерская была 120 рублей, профессорская или академическая, 500 рублей, миллион рублей. Это вообще какая-то сумма была, которую трудно было, в общем, даже посмыслить. Непонятно, как ее можно было потратить. Хозяин Ферганской долины Ахмаджан Атылов был уверен, его не тронут. Да, приписки по количеству хлопка были. Но ведь это была инициатива сверху. Это придумал не он и даже не Рашидов. Крыша была ровно кремлевская. Собственно, Гдлян всегда говорил, что он возражал очень против вот этого терминологического момента, этнического, когда это дело называлось узбекским, потому что он считал, что дело должно называться кремлевским. Что это дело было кремлевское, и что надо было разрушать всю эту систему, сложившуюся, оформившуюся полностью при Брежне. При расследовании этой категории уголовных дел мы вышли на вот тот уровень коррумпированных связей, которые как вот паутиной окутали все абсолютно государственные институты, не только в Узбекистане, но и в Советском Союзе. В 1984 году на Наманганском областном пленуме партии несколько депутатов осмелились выступить с обвинениями Адылова в избиении людей и хищении государственных средств. Хозяин Ферганской долины был страшно оскорблен. Ему даже не дали ответного слова. В голове его быстро строится план масштабной мести обидчикам. Но сделать он ничего не успел. Его арестовали. В течение года за решетку попало тысяча связанных с ним людей. Бывшие сотрудники, все члены семьи, включая даже дальних родственников. Человек, который попадал в тюрьму, он прекрасно понимал, что вообще, если он не признается, то в таком случае он только там отягчит свою вину. 270 томов, 47 страниц уголовного дела. Но Адылов признавать вину не хотел. На одном из допросов ему выбили глаз. В долгу хозяин не остался. Избил прокурора и следователя. Как особо опасного преступника его переводят в Москву. Наша группа вела в буквальном смысле борьбу с этим, правильно говоря, товарищи, беззаконным, которое там творилось. Я бы сказал, с массовым террором в Узбекистане. На первом съезде народных депутатов СССР Длян вошел в состав межрегиональной депутатской группы и был избран членом ее координационного совета. С высокой трибуны он обвинил секретаря ЦК КПСС Егора Легачева в покровительстве хлопковой мафии. У публики это вызвало восторг. Наконец-то. Наконец-то открыто заявили о том, что глава мафиозного спрута находится в Москве. Проклятое Политбюро. Главное варье сидит в Кремле. Когда в то же самое время ни один московский коррупционер, никто из коррумпированной части аппарата ЦК КПСС не привлечен к уголовной ответственности, в этих условиях говорить о какой-то объективности очень и очень сложно. Но большую политическую карьеру Длян и Иванов сделать не смогли. В 1989 году борцов с всесоюзной коррупцией уволили с формулировкой за грубое нарушение социалистической законности при расследовании финансовых дел. Длян и Иванов были лишены звания следователей по особо важным делам, были исключены из партии, из прокуратуры, и был снят генеральный прокурор, как не обеспечивший контроля за деятельностью этой группы. Лихим следователям чудом удалось отвертеться от уголовного преследования за халатное отношение к учету изъятых ценностей. Сотни килограммов золота и бриллиантов, миллионы рублей и валюты были с помпой показаны в Москве. Но Длян и Иванов в эйфории успеха не думали, что нужно аккуратно учитывать каждую золотую монету. Например, изъятое золото, протокол изъятых вещей. Написано, кольца золотые с камнями и без, 200 штук. Что значит с камнями и значит, или кольцо с бриллиантом, или кольцо без бриллианта. Неправильно составленные протоколы обыска, неправильно оформленные дела по сдаче ценностей. В 1984 году прошел 6-й пленум ЦК Компартии Узбекской ССР. Многие из выступающих еще недавно клялись в вечной памяти отцу узбекского народа Шарафу Рашидову. Но в те дни произносили с высокой трибуны обличительные речи, называя покойного Рашидова деспотом, очковтирателем и коррупционером, который нанес непоправимый ущерб узбекскому народу. По решению пленума прах Рашидова был эксгумирован с центральной площади Ташкента и перезахоронен на Чагатайском кладбище. Я защищал двух директоров завода. Я очень хорошо помню фразу, которую я тогда оттачивал буквально. Я сказал в своей речи, что главное преступление было совершено не в Узбекистане, оно было совершено здесь, в Москве. На 25-м съезде Коммунистической партии Советского Союза глаза округлили совершенно у председательства, еще был 1986 год, когда бывший руководитель республики брал нереальные обязательства. При Брежневе в Узбекистане жили по собственным законам. Но следственная группа, присланная в Узбекистан Юрием Андроповым, перепахала всю республику и нарушила вековые правила жизни. Был нарушен негласный договор с Кремлем. Ранее не вмешивающаяся в местные порядки центральная власть повела себя очень грубо. В современном Узбекистане все обвиняемые по хлопковому делу реабилитированы. Объявили это современным 37-м годом массовыми репрессиями, а там на самом деле были массовые репрессии в Узбекистане. В 90-е Тельман Глян продолжал свои разоблачения партийной мафией. По указу членов ГКЧП, 19 августа 1991 года был арестован сотрудниками КГБ и три дня просидел в тюрьме. Занимался политикой, но сильной фигурой не стал. Рабовладелец Ахмаджан Адылов услышал, что его депортируют домой в канун 1992 года. И он вернулся в Узбекистан, который никогда не знал. С новыми правилами жизни и новыми хозяевами. Адылов сделался оппозиционером и стал бороться с новой властью. По обвинению в различных преступлениях, в тюрьмах он проведет еще в общей сложности 15 лет. Редактор субтитров А.Семкин